Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. ВВП США упал на 30% со второго квартала 2020 года, чего еще никогда не было во всей истории страны. Торговый дефицит продолжает увеличиваться. В США он достиг самых больших значений с августа 2006-го. Это самый крупный торговый дефицит за последние 14 лет и второй по размеру в истории. Однако дефицит потребительских товаров тоже поражает воображение. Это 83,9 миллиарда долларов и это самый большой показатель за все время. Самый крупный финансовый крах в истории США грядет, но в этот раз восстановиться после него будет непросто, так как они потеряли контроль над системой нефтедоллара. Эта привилегия просто была снята. Поэтому крах доллара, по заявлениям специалистов, крайне вероятен. И эксперты прогнозируют, что к концу 2021 года он может обесцениться на 35%. Все это может быть использовано как предлог представить цифровые деньги на замену доллару США. Полный государственный контроль над деньгами и теми, кто ими пользуется. Системный дисбаланс, который сейчас есть в США, является прямым результатом того, что сделали центральные банки, чтобы исправить созданные ими же проблемы во время последнего цикла взрывного роста. Цифровые деньги заберут у людей возможность отойти от банковской сферы. Будет контроль и наблюдение за каждой покупкой человека. А налоговая служба за наносекунды проверит ваш цифровой счет, если они будут считать, что вы должны им хотя бы цент. Дело в том, что я полностью поддерживаю создание более эффективного банкинга и системы транзакций. Но меня беспокоит одна вещь. Дело в том, что если что, сегодня я могу пойти и забрать часть своих денег из банка и спрятать их в тайник. Однако, если с электронным долларом не будет никаких физических денег, эта возможность просто исчезнет. Именно это очень волнует банкиров. Люди могут забрать всю наличность из банков и спрятать ее где-нибудь под подушками. Вы же не хотите гулять по переулкам с карманами, набитыми наличкой. И тем более, вы не хотите набивать деньгами свои матрасы. Эти методы не оправдались для множества людей. Устранение наличности – это высший приоритет глобалистов. Но почему? Потому что наличные деньги дают некоторую свободу, самоопределение и возможность частной жизни. Все это будет уничтожено и заменено цифровыми деньгами, что приведет к ряду отрицательных последствий. Ни за что не расставайтесь со своими драгоценными металлами и криптовалютой, независимо от того, насколько незаконными эти активы могут стать. Кажется, что цифровая валюта – это отобранная возможность избежать негативных процентных ставок, просто сохраняя наличные деньги у себя под матрасом. По статистике, 22% американцев полностью ушли от банков и используют физические деньги. Поэтому неясно, как они смогут использовать цифровую валюту. Цифровая валюта позволит им иметь бесплатный банковский счет вместе с ФРС. Конечно, лучше бы у правительства не было возможности отслеживать каждую транзакцию в экономике. Ведь каждая транзакция в цифровой национальной валюте будет держать вас в поле зрения. Все, что вы делаете или покупаете, обо всем государство узнает. В безналичном обществе ваш счет может быть заморожен или еще хуже – обнулен правительством, которое не очень довольна вашими политическими взглядами. Но обратиться за помощью будет уже не к кому. Большому брату точно понравится безналичное общество. Также цифровые валюты, безусловно, являются мечтой для хакеров. Растущее доверие человека ко всему цифровому не укладывается в рамки логики. Ведь цифровые вещи так просто отнять. Кредитные карты, кредитные компании, Facebook, данные в айфонах и так далее. Может ли цифровой доллар уничтожить банковский бизнес? Еще в середине июня 2020 года Федеральный резервный банк Филадельфии выпустил отчет, посвященный влиянию национальных криптовалют, в том числе и цифрового доллара на развитие банковского сектора. По мнению экономистов, такие валюты способны уничтожить банковский бизнес. Как отмечают банкиры, с одной стороны цифровой доллар поможет банкам, усложнив отмывание денег, блокируя вывод средств в офшоры и усилив контроль налоговой системы. Цифровые активы также поспособствовали бы упрощению переводов финансовых средств между банками, а в кризисных ситуациях криптовалюты могли бы обеспечить быструю помощь населению и бизнесу путем прямых выплат. Но есть и обратная сторона медали. Цифровой доллар и другие цифровые национальные валюты могут уничтожить привычную миру банковскую систему. Единственными игроками на рынке могут остаться только центральные банки, которые будут проводить расчеты через блокчейн-системы, принимать вклады от населения и выполнять другие коммерческие функции. Центральные банки вновь начнут работать, чтобы получить прибыль, а не только надзирать за другими финансовыми организациями и заниматься миссией денег. Цифровые технологии и расширяющийся интернет-доступ по всему миру позволили бы центральным банкам не обзаводиться офисами, а полностью перейти в онлайн и, соответственно, в безналичный формат расчетов. Правительственная монета будет создана как инструмент на случай взрыва гиперинфляции, когда все поднимется в цене. Такое уже происходило в Веймарской Германии после поражения в Первой мировой и Венесуэле с их фондовыми рынками, когда их валюты были поражены 500-процентной инфляцией. Фондовые рынки резко взлетают, когда гиперинфляция бьет по ним, и правительственная монета – это лишь способ поддерживать маргинальные массы счастливыми и отвлеченными, пока их вводят в новую систему. США все-таки богатая страна, но большинство денег на Уолл-стрит не имеет никакого отношения к американцам. Главный вопрос – а необходимо ли людям то правительство, которое полностью контролирует средства обмена? Как сказал экономист Питер Шиф, когда правительство полагается на налогообложение людей, тогда народ контролирует правительство. Но когда правительство просто печатает деньги, в данном случае в электронном виде, тогда оно контролирует людей. А на этом у меня все. Меня зовут богатейший Ди. Не забывайте поставить ваши лайки, если видео было вам интересным. Меня это очень мотивирует на создание нового контента. А также подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok